Глава двадцать седьмая И было ко мне слово Господне, и ты, Сын Человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах. Так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты. Пределы твои в сердце морей, строители твои усовершили красоту твою, из синерских кипарисов устроили все помосты твои, брали слива на кедр, чтобы сделать на тебе мачты, из дубов васанских делали весла твои, скамьи твои делали из букового дерева с оправою из слоновой кости с островов Китимских. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим. Жители Сидона и Арвада были у тебя грибцами, свои знатоки были у тебя тир, они были у тебя кормчами. Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей. Перс или Деянин и Левиец находились в войске твоем и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем, они предавали тебе величие. Сыны Арвада собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих, и гомодимы были на башнях твоих, кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои, они довершали красу твою. Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. И Аван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фагарма за товары твои доставляли тебе лошадей из строевых коней и лошаков. Сыны Дедана торговали с тобою, многие острова производили с тобою мену в уплату тебе, доставляли слоновую кость и черное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобою арамияне, за товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и весонными, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева торговали с тобой, за товар твой платили пшеницу и минивскую, и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом. Дамаск по причине большого торгового производства твоего по изобилию всякого богатства торговал с тобою вином хелбонским и белой шерстью. Дан и Иован из Узала платили тебе за товары твои выделенным железом. Кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Дидан торговал с тобою драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья кидарские производили мену с тобою. Ягнят и баранов и козлов променивали тебе. Купцы и савы и раемы торговали с тобою всякими лучшими благовониями, и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары твои. Харан и Ханя и Эден, купцы совейские Асур и Хилмат торговали с тобою. Они торговали с тобою драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями, которые они привозили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсистские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Грибцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство твое и товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои, заделывающие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлею твоею, и все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе в день падения твоего упадет в сердце морей. От вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности. Из кораблей своих сойдут все грибцы, корабельщики, все кормчие моря и станут на землю. И зарыдают о тебе громким голосом, и горько застенают, посыпав пеплом головы свои и валяясь во прахи. И остригут по тебе волосы до гола, и опояшутся вречищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто, как тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы множеством богатства твоего, и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине лод, товары твои, и все толпившееся в тебе, упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах, торговцы других народов свиснули о тебе, ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки. Глава двадцать восьмая И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, скажи начальствующему в тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь:"Я, Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь кум твой наравне с умом Божиим, вот ты, премудрие Даниила, нет тайны сокрытой от тебя. Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твои собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато, так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцы, в лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли ты тогда пред твоим убийцею, я Бог, тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и было ко мне слово Господнее. Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему. Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбунку и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. От обширности торговли твоей, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя, все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Обрати лицо твое к Сидону, и изреки на него пророчество, и скажи:"Вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева, колючим терном и причиняющим боль волксцам. Более всех соседей, зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог их. Глава двадцать девятая В десятом году, в десятом месяце, в двенадцатый день месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лицо Твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи. Так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, а дам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным. И узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были подпорою тростниковою. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им, и когда они оперлись от тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Посему так говорит Господь Бог. Вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя людей и скот, и сделается земля египетская пустынею и степью, и узнают, что я Господь. Так как Он говорит, моя река, и я создал ее, то вот я на реки твои, и сделаю землю египетскую пустынею из пустынь, от Мигдола до Сиены, до самого предела Эфиопии. Не будет проходить по ней и нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будут обитать на ней сорок лет. И сделаю землю египетскую пустынею среди земель опустошенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми сорок лет. И рассею египтян по народам и развею их по землям. Ибо так говорит Господь Бог, по окончании сорока лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами, и не будут впредь дому Израилеву опорою, припоминающую беззаконие их, когда они обращались к Нему и узнают, что я Господь Бог. В двадцать седьмом году, в первом месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне, сын человеческий. Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при тире. Все головы оплешивили, и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от тира за работы, которые он употребил против него. Посему так говорит Господь Бог. Вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог. В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok